А когда оживают музейные экспонаты? Конечно, когда в выставочных залах гаснет свет и посетители покидают их стены. Раз в год любой желающий может посмотреть на экспозицию после захода солнца. Акция «Ночь в музее» стартовала почти 20 лет назад в Берлине. Наша страна к такому культурному марафону присоединилась в 2007. В этом году только в Москве полуношники посетили более 250 учреждений культуры. Курские музейщики тоже существенно удлинили свой пятничный рабочий день. Что из этого вышло, узнаете из нашего сюжета. В курских музеях такого голливудского экшена не было. Вместо рыцарей и крушащих все на своем пути динозавров – баба-ягаки, кимора, лешия и крошечка-хаврошечка. В археологическом музее зрелищность совместили с информативностью. Чтобы мамы, папы могли привезти своих деток, посмотреть, познакомиться с той же бабой-ягой не на мультиках, а вот воочию. Или там с Иваном Царевичем, увидеть эту печку с калачами. Вот, вот в такой форме, чтобы через игру они почувствовали сказку. Исторические факты искусно вплетаются в сказочную игру. Вот ребята разгадали секретки киморы. В довесок полезная информация. Соловей-разбойник – это образ врага-кочевника, половца или печенега. А древняя русская игра в закидушки оказалась куда интереснее компьютерных баталий. В Краеведческом музее время отмотали на 70 с лишним лет назад. Главной темой культурной акции этого года стала строчка Твардовского «Мы за родину пали, но она спасена». Письма с фронта в геометрию треугольника были заточены ни слова, чувства тех, кого война разлучила с любимыми. Каждый посетитель музея получил такое письмо. Мы сейчас с Полиной стояли, и она говорит, что меня трясет. Я говорю, почему? Я сейчас заплачу. Для нас, мы учимся в медицинском университете, и для нас это тоже очень важно, потому что многие врачи уходили на фронт в это время. И я думаю, что для наших семей это важно, и поэтому мы сегодня сюда пришли. Виктор Кикин сегодня не музейщик. Он примерил военную форму, кстати, самую настоящую, из фондов и стал командиром партизанского отряда. Мечта, мечта, мечта. Ну, наверное, сбылась, да. Былась, потому что, ну, и все-таки занимаюсь макетным моделированием, танки строим. Мы-то не профессиональные актеры, поэтому, ну, как можем, себя настраиваем, а как получается, вы видите. В галерее имени Дейнеки тоже можно было встретить героя 40-х. Военкор Михаил Денисов сквозь объектив фотокамеры всматривается в жар сражений. Это Фотокор, самый распространенный фотоаппарат, который был один из самых таких. Вот он массово производился до войны, еще миллион уже был выпущен. Ну, у таких известных фотографов, конечно, были немецкие лейки, а потом и наши фэды. Они более компактные, более удобные. Но, тем не менее, Фотокор был хорош, он можно было печатать контактным способом, что, в общем-то, в полевых условиях вполне было приемлемо. Акция «Ночь в музее» должна подтолкнуть посетителей провести в выставочных залах утро и день. Юлия Комкина, Юлия Матвеева, Ангелина Рязанцева, Антон Судженко, Андрей Дегтярев. Телеканал СЕИМ.